Но лидером по числу умерших в Европе остается Италия. Число жертв превысило 10 тысяч, заразившихся более 90 тысяч. В больницах катастрофически не хватает ни коек, ни рабочих рук. Врачи трудятся без отдыха, три смены. Число жертв коронавируса в Европе к этому часу превысило 17 тысяч. После Италии самая тяжелая ситуация в Испании. Там уже почти 5 тысяч жертв. О том, что заболел сегодня, в видеообращении сообщил британский премьер Борис Джонсон. Всем привет, друзья! С вами Саня. И сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как какая текущая сейчас ситуация в Финляндии насчет коронавируса. Я могу сказать, что по людям вокруг паники не создается только в интернете. То есть, если я выхожу на улицу, допустим, то все нормально, никто не носит маски. Я даже пошел в магазин, и я надел маску, и на меня все смотрели как на дурака, потому что здесь это немножко необычно. И люди старались держаться дальше от меня не потому, что здесь должна быть как бы дистанция, а просто потому, что в их понятии, если я ношу маску, значит я инфицированный и как бы могу их заразить. Это как бы для меня странно. Но ладно. Сейчас уже приближается количество зараженных в Финляндии к 1500 человек. На данный момент это 1352 человека по сегодняшним данным. Уже, наверное, пока я снимаю это видео. Еще больше. В день около 100, там 80-120-130 человек в среднем в день, потому что я мониторю. Это видно 13 смертей на данный момент, и только 10 человек восстановились. Но так как тесты приходят через какое-то время, я думаю, каждый раз, когда какие-то данные выпускаются, инфицированных, на самом деле, может быть даже в 2-3 раза больше. Так что посмотрим, что будет дальше. На данный момент все школы, детские садики и работы, которые могут быть сделаны дома, допустим, то всех посадили. Школы, садики, университеты закрыты, и все на дистанционном обучении. Я не знаю, как это правда работает, многие говорят, что это повеситься можно как сложно сейчас, потому что всем родителям приходится дома сидеть с детьми, и это тоже как бы непривычно, потому что обычно они их просто славляли. Потом, недавно закрыли Усима, это вот эта вот зона, где Хельсинки, Эспа, Ванната, Кирка, ну, там еще, по-моему, и Ярвинка, Хьювенка тоже сюда входят. То есть эти зоны теперь за Усима вы просто так выехать не можете, вам обязательно нужно иметь с собой бумажку, допустим, от своего работодателя, в которой сказано, что вы работаете за пределами, тогда вы можете выехать. Либо если вы там дальнобойщик, перевозите, либо если вы возвращаетесь откуда-то, и вы через Финляндию, допустим, возвращаетесь в свою родную страну, вы там путешествовали по Швеции, и вы через Финляндию, допустим, в Россию, либо в Эстонию едете. Такое тоже может быть сейчас. Без этой бумажки вас не впустят и отсюда не выпустят. Так что вот так вот. А 19 марта в 00.00 закрыли границу, в принципе, Финляндия вообще, поэтому я сюда еще успел приехать, и меня не проверяли, а вот девушка уже приехала, и ее проверяли на то, чтобы либо у тебя должно быть гражданство, либо у тебя должно быть вид на жительство здесь. Вот этот Олицкий Олупа. Если у тебя этого нету, то тебя просто в страну не пустят, это все проверяется. И многие ребята, особенно кто в Эстонии живет, допустим, на выходные туда ездят, они начали приезжать сюда с рабочими контрактами. Сначала это было можно, там с 19-го помпы, 22 марта, а 22 марта это закрыли, и теперь въехать в Финляндию можно только либо гражданину, либо по виду на жительство. Просто имея контракт, либо временную прописку, вас все равно сюда не пустят, поэтому подумайте 10 раз, если вы собираетесь уезжать отсюда. И плюсом, когда вы приедете, даже если сможете, у вас будет 2 недели карантина, мне сразу сказали, в аптеке ходить нельзя, в магазин ходить нельзя, ты должен сидеть дома. Если ты хочешь покушать, ты должен спросить кого-то, либо какая-то доставка, либо ты должен просить кого-то, чтобы они принесли тебе медикаменты, еду и все такое. Что меня очень удивляет, это то, что залы, рестораны, бары, клубы, все до сих пор работает. Вот этого я не очень понимаю, потому что я сходил в зал в первый день, когда приехал, хоть мне нельзя, и посмотрел. Народу очень много, то есть ходят в принципе как всегда, на улицах народу тоже очень много, как я сказал, уже никаких массов, ничего нет. Странно, что люди ничего не боятся, потому что это сейчас достаточно серьезная ситуация. Да, если вы как бы молодые, скорее всего с вами ничего серьезного не случится, но вы можете заразить более старших своих родственников, бабушек, дедушек, или просто на улице кого-то встретить, тоже из стареньких. Просто заразить их, и они могут не справиться, если у них уже есть какие-то серьезные хронические заболевания. Так что лучше всем сидеть дома. Поэтому несколько вам советов, как не заболеть. Это обязательно как можно чаще мойте руки, потому что многие на это забивают. Мойте руки перед едой, после еды, мойте руки, когда приходите откуда-то, если вы выходили там, допустим, на прогулку. Старайтесь избегать общественных мест, потому что общественные места это самый большой рассадник, потому что ты можешь быть инфицированный, но 14 дней об этом не знать, а ходить и заражать людей. Вот такие вот дела. Потом используйте этот санитайзер для рук. Я знаю, что сейчас их почти везде выкупили, но вы можете просто купить самую дешевую водку и мыть руки там, и все будет нормально. И также носите маску в общественное место, если вам все-таки вот необходимо. Вот мне надо выйти в магазин, и все равно, даже если я ночью там хожу в магазин, я все равно беру с собой маску. Чисто просто на всякий случай, мне так спокойнее. Я думаю, если вы будете придерживаться этих правил, ничего страшного не случится. А главное это сидите дома. Просто не надо ходить. Сейчас многие воспринимают, особенно русскоязычные, что это не карантин, а возможность куда-то выехать, пойти, погулять, отдохнуть, как каникулы. Это не так, это карантин. И пожалуйста, постарайтесь, как бы у вас должна быть самоответственность перед собой, перед другими людьми. Лучше посидите дома, не надо никуда лишний раз ходить, и все будет хорошо. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Мы с вами увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok